всем привет всем привет всем привет так катюш ну чё рассказывай рассказывай что как столько событий да вот первая неделя первое событие мы поменяли галопера на mercedes короче mercedes это w202 свидетельство написано с 180 так значит галопера я продавал за 50 тысяч ну как бы звонков очень-очень много было вот но так получилось так получилось что долго рассказывать ну вот я такой вот взял аппарат получается за 50 тысяч рублей сейчас все расскажу вот такой багажник здесь у него стоит аккумулятор здесь у него предохранители полноценная запаска машина 93 года в какой-то комплектации не знаю вот комплект комплектация elegance не знаю чего это означает значит в этой машине мне что нравится вот эти зеркала блин тут вот такая вставочка у него и вот это зеркало но свирическая и вот оно получается вот если в него смотреть вот если ты в него смотришь у него обзор вообще и вот офигенный просто вот если где-то из магазина выезжаешь вообще все видно я не знаю почему владеек срыва такую не ставят вот так значит потом чем меня здесь удивило только-только мы это нашли катя нажала нечаянно на эту фигню и вот такая вот выехал не знаю тут или бутылку ставить или для чего здесь вот тоже место тоже много чего-нибудь положить кнопки все работают электрика стекол подъемники музыку сегодня поставили в днс и печка вообще греет на 5 даже я не знаю насколько с плюсом жрища просто вообще не включаем ее сзади значит ну пороги дачу 93 год пороги вот в таком состоянии вот такие вот салончик такой была черная кожа здесь для аптечки но это стандартно лампочки люк работает короче электрика вообще вся вся работа все везде стекла подъемники везде вот машине машину сегодня маленько помыли так значит ездит она бензин и надо заливать а вот видно не видно минимум минимум 95 на 95 бензине но мы уже чё ездим в два дня полин я не знаю она вообще ничего не жрет сейчас делали страховку по по страховке 96 лошадиных сил двигатель 18 сейчас открою покажу так ну как вы знаете у всех мерседесов открываются не вот так вот блин одной рукой и удобно ты не знала так вот так вот расположение вот смотри как расположение потом значит здесь вот эту штучку мы вынимаем вот так вот а и там еще надо вторую еще вторую еще 2 вот до 2 и вот так вот раз офигеть да а это немецкие инженеры сделали более мощи вообще конечно над ними так значит здесь у нас чё бачок какой-то расширительный здесь валяться не знаю может не родной фильтр воздушный ночи все так просто чё двигатель с какой-то заваренной фигней вот тут еще надо вот это делать я уже пробовал вот эти болтики выкручивать не знаю не знаю где их купить может на разборке буду может я даже уже электрический думал может все поставить ну чтобы выкрутить на вот с этой гайку ну тут маленькая ну вот я езжу он вообще не греется бачок омывателя просто здоровенный просто здоровенный просто я не знаю сколько литров здесь так тормозуха ну тут больше ну как вот видите и рассказывать то нечего да да опасти сломаны вот надо и заказывать или в экзисте заказывать вот эти опасти или на разборке может кира есть дворник один я покажу как работает так особенно вообще нравится ехать едешь и вот туда смотришь блин так уже прикольно когда то значит показываю дворничек как работает так берешь на кнопочку нажимаешь почему-то только заводить дворник вот он поднимается если вы заметили отсюда он доходит и где-то в этом месте и вот только он не протирает то есть у него я не знаю 95 процентов он стекло протирает двигатель вот звучит так значит я посмотрел 390 399 они 349 900 но 300 короче 350 350 так 350 тысяч на нем пройдено ну вот больше не рассказывай даже сам не знаю чё вот такой вот аппарат значит здесь здесь надо здесь подушки тут гидро гидро подушки стоят и вот если вы заметили машина вот так трясется значит надо менять вот эти гидро подушки как их поменяются он вообще будет ровно работать а гидро подушки по моему 7000 тут конечно и подвеску надо делать так значит заказал я тормозные колодки по кругу вышли у меня 1400 в 10 заказывал значит что я расскажу про машину мы есть мы и мои ощущения мои впечатления значит идет вообще просто превосходно просто превосходно ты едешь как на корабле что-то такое ощущение конечно есть с интерпитом но интерпит это конечно вообще класс просто просто корабль космический вот но и у этого тоже он такой на газ нажимаешь 96 лошадиных сил он как бы такой овощ но зато в нем так комфортно сидеть более не с какими жигулями вот я честно вам говорю никогда в жизни он не сравнится просто да катюш к вообще блин тут на нем такого все ехать как просто космос так значит здесь у меня еще есть фаркоп но я его буду не знаю наверно буду убирать сейчас думаю убирать не убирать катя говорит оставь мне как-то не нравится mercedes фаркопом как-то не знаю так зимняя резина стоит ну вот такой такой автомобильчик здесь вот так сиденье передняя вообще раздвигаются так что я не знаю кто сюда может сесть и какой человек вот сиденье вот какой должен быть человек я не знаю это тут тоже на 3 метра что ли быть роста для чего так сделали инженеры немецкие даже не еще понять не могут смотрите для чего двери вообще ни одного люфтика нет ни одного люфтика нету так значит что я думаю зимой мы будем ездить на нем если конечно мы не обменяемся нас с кем-нибудь на какого марка 2 или еще чуть конечно мне ближе право руль я бы лучше на пульку сейчас сел на какой-нибудь так катюш ну чё рассказывать что мы будем делать да мы до мы приехали готовить плов так ну вот все казан сколько мы у нас уже казан месяц ребят месяц казан блин вообще сколько лет мне катюшка гри давай купим казана у нас был обычный котелок рыбацкий я говорю да нафиг он нужен да то что он тяжелый значит купили мы уже говорили черта 71 казан 43 значит можно в интернете набрать можно в ю тубе ну они везде под 43 казан 43 посмотрите у них цены значит он уже у нас уже месяц просто как бы ну с ним ничего не случилось хотя мы так-то часто его до использовали да 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 мы боялись что он заржавеет ну вот смотрите чё до маслом маслом смазывали все проклили маслом его промазали мы сегодня еще что будем делать плов я уже бегаю все с мерседесом то у меня да значит мы делаем плов так давай значит все подробно больше нам рассказывать показывать так значит берите вот я не знаю это вообще это абсолютно другая пища вообще абсолютно я сейчас я этот котелок я его просто выкину он не все он мне не нужен да с к с ним с ним он тяжелый с ним больше мучений его надо мыть потом поможешь до долго слоть надо его потом маслом протирать но зато эта пища вообще она мясо она так про я не знаю проделываю вода про прожаривают что любое мясо становится просто мягкое это них ни в чем так не сделать но может скоро варки сделать нет скоро варки сделать вот сковора варки можно сделать а вот мы ну там все равно не так вот как здесь здесь да да там вареная получится здесь жареная так значит у нас сейчас все все поменялось раньше мы ездили на x-ray да да было по городу была новая машина на рыбалку мы ездили на галопере вот сейчас у нас все наоборот значит на рыбалку мы ездим на новом новом уазике да даже даже да даже не еще ни разу не выезжали вроде уже все можно за налимами ехать там уже рыбаки стоят все выходит на пески но мы вот здесь вот этот мерседес то все это еще у нас переоформление все мы забегались и будем не знаю уже наверно чего в октябре поедем точно за налимами да нам еще надо кровать сварить где очень много катюшка ржет да я даже сейчас если честно что-то про этого про налима про все и езды казнюшку спрашиваю катюш мы вообще прочего говорили так значит вот на чем остановили значит а по городу мы будем ездить на мерседесе за 50 тысяч рублей дзынь да 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 давай говори чё заревела от костра будем рецепт плова вроде бы обычный классический но то что он в казане конечно он будет пять раз вкуснее да он будет не в 5 он он будет да он будет в 10 раз а если бы конечно бы еще бы нам абхазскую воду бы туда налить да вот в это сама 100 реки то которое озеро риц то ой там какая вода вкусная блин вообще и пола был еще вкусней в 10 в 100 уже разбой да катюш ну что рассказывать мяско можно обжарили достали пока закинули лук морковка крупно крупно нарезанную лук морковка крупно крупно и еще маслица маленько подлила так вот у нас уже а это сама ничего какие-то белая как не до конца прошарена еще будешь соединять с овощами так мы значит это все обжариваем еще раз соединяем и снова обжариваем так добавили мясо но на всех сторон поджаривать а сейчас добавим соли соль соль давать специи для плова еще свои чуть-чуть на шалах ты не расскажешь секрету это сама специи то специи с рынка это для шурпы для плова для пола это на центральном рынке до делать много-много говоришь для пола и они там чик 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 говоришь для пола не тоже накидывает так это же чуть-чуть масле прогрелись это и раскрылись больше мой все уже 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 вкусно магистраль кубанский кубань а чё вьетнам не знаю больше для конечно есть специальный для плова да то есть никаких пропаренных никаких длинозерных а для плова должен быть круглозерный круглозерный так делаем на чуть-чуть засыпаем рис конечно промыть и можно я почему-то вижу что вроде бы как не сильно мучной наше количество мяса и овощей пол пачки пол пачки еще раз перемешаем чтоб рис как бы масло балакло рис уже все равномерно специи распределились рис чуть-чуть прогрелся даже может поджарился будем заливать водичкой так заливаем водой соотношение воды и риса один двум один двум я как профессиональный повар на глаз определю только достаточно вот так вот так чесночок давай 5 зубчиков 5 нужно накрыть крышкой крышка так значит сняли мы его с огня сейчас постоит что пять минут до катюш пять минут пост до отдохнет наберется и мы приступим приступим к трапезе так вот все готово у нас вкусняшка такая так ну ладно чё давайте всем удачи всем пока до новых встреч смотрите нас